Напомню, проблема льготного лекарственного обеспечения обострилась в регионе в начале этого года, когда департаментам было принято решение перейти на централизованную систему закупок лекарств. В итоге большинство пациентов осталось без необходимых препаратов. Только на отсроченном обслуживании в аптеках сейчас лежит около 4000 рецептов. Цифра колоссальная. За последние 13 лет никогда такой острой ситуации с препаратами не было в регионе. Причин столь глобального сбоя много. Это и несвоевременное проведение торгов, и некорректное планирование, из-за которого одних препаратов закуплено слишком много, а другие в дефиците, и серьезные кадровые проблемы в самом департаменте здравоохранения. Руководитель облздрава констатировала, она сейчас сама вынуждена заниматься этой проблемой, так как специалистов в облздраве по закупке лекарственных средств не осталось. Депутаты говорят, уже понятно, что лишь силами департамента эту проблему не решить. Парламентарии предлагают проектный вариант работы, к которому будут привлечены не только силы облздрава, но и потенциал всей областной администрации. Нельзя свалить вину на разрушение той системы и отсутствие эффективной работы новой только на департаменте здравоохранения, или на центр закупок, или, как звучало на то, что неправильные рецепты выписываются врачами. Это проблема системная, комплексная, которую нужно решать соответствующими методами, что мы сегодня на комитете и предложили на рассмотрение законодательного собрания для последующего обращения к губернатору. Продолжение следует...